Здравствуйте! В студии Диана Титкова. И сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самых важных и интересных событиях из жизни Российского университета «Дружба народа». Эксперты экономического факультета РУДН представили анализ системы образования стран БРИКС. О целях и задачах данного проекта мы расскажем вам далее. Эксперты экономического факультета РУДН представили общие статистические подходы к анализу системы образования Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В стенах университета прошла международная презентация аналитического сопоставительного доклада образования в странах БРИКС, подготовленного по результатам масштабного исследования. Страны БРИКС развивают свое сотрудничество по самым различным направлениям – в экономике, в политике, в образовании, в науке. Одна из этих сфер – это образовательная сфера. И два года назад на созидание министров образования стран БРИКС было принято решение о гармонизации систем образования. А в основе этой организации лежит понимание того, как развиваются эти системы, какова статистика образовательных систем, что есть общего, что различает эти страны. В условиях интеграции и интеграционных процессов, которые сегодня проходят, интеграция в рамках системы образования является одним из важных в условиях не только совместных проектов, но и модернизации, индустриализации экономик. И Российский университет Брознародов был подключен к этому проекту. Мы принимаем активное участие совместно с нашими сотрудниками и совместно с нашими партнерами из Министерства образования стран БРИКС. Считаем, что это определенный шаг на пути к развитию этой группировки. Специалисты РУДЭН изучили образовательные системы и национальные приоритеты в развитии образования. Они опирались на опыт ОСИАН, УНАССУР, НАФТА, ЕС и других международных объединений и организаций. По итогам исследований эксперты разработали методику формирования единых показателей и статистики образования в странах БРИКС, которая содержит анализ десятков факторов. Это и количество выпускников, и чистый коэффициент охвата, и соотношение числа учащихся к численности населения, данные об абитуриентах, средняя продолжительность обучения, коэффициент учащийся преподаватель и другие. Это нужно для того, чтобы страны БРИКС смогли принимать совместно адекватные решения, которые влияли бы совместно на развитие системы образования. Целью такого согласования и гармонизации системы образования является повышение мобильности, академической мобильности студентов, преподавателей и в целом повышение конкурентоспособности системы образования стран БРИКС. В этом, собственно говоря, и состоит задача нашего проекта – дать инструмент для политиков по принятию решений, которые бы сблизили наши системы и смогли повысить ее конкурентоспособность. Миссия проекта – помочь сближению гармонизации образовательных статистических систем Бразилии, России, Индии, Китай и ЮАР в целях активизации академической мобильности и совместных разработок, заявляют эксперты. Он позволяет более согласованно проводить регулярный мониторинг системы образования стран БРИКС на основе согласованных методических подходов, сблизить статистические инструменты для выявления актуальных тенденций и дать новый импульс в развитии сетевого университета стран БРИКС, в котором РУДН исполняет роль координатора. Телевидение РУДН. Новости. Международная академическая мобильность. Программа двойного диплома. Представители университета Гренобля посетили РУДН с ответным визитом. Как прошла встреча, смотрите в нашем сюжете. Международная академическая мобильность – это то, что как нельзя лучше характеризует современный университет мирового уровня. Программа двойного диплома – одна из ведущих составляющих процесса. Новый партнер Российского университета дружбы народов – университет Гренобля, который является ведущим вузом не только во Франции, но и во всей Западной Европе. Его представители посетили РУДН с уже ответным визитом. Соглашение между университетами существует уже давно. На юридическом факультете мы только второй год отправляем наших студентов. И студенты очень довольны, когда приезжают сюда. И мы надеемся, у нас в этом году первая студентка из вашего университета приехала, которая рада. И которая советует студентам приезжать тоже в Гренобль. И мы будем очень рады принимать ваших студентов. И наши студенты дают очень хорошую оценку обучению в университете дружбы народов. И я думаю, что у нас даже будут кандидатуры на следующий год для студентов, которые говорят на русском или английском языке, чтобы приехать учиться к вам. Юридический факультет университета Гренобля – один из ключевых, как по количеству студентов, так и по уровню образования. С представителями юридического института РУДН обсудили планы по созданию общей программы двойного диплома в области международного права и прав человека. Правила приема, набор обучающихся, методы обучения, форма защиты дипломных работ и так далее. Цель нашего приезда сюда – это разработка двойного диплома. Пока мы начинаем с магистратуры, потому что это намного легче и по министерским стандартам здесь, и по нашим стандартам. И, может быть, затем, если у нас эта магистрская программа хорошо действует, мы можем даже перейти на уровень бакалавриата. Это очень сложный процесс, но преодолимый. Потому что есть французский университет, который работает на уровне бакалавриата. Мы тоже, в принципе, если у вашего университета есть такая заинтересованность, мы всегда открыты на такое сотрудничество углубленное. Представители университета Гренобля Оксана Марисавельева и Констант Шевале Гаверс провели встречу и со студентами юридического института РУДН, на которые презентовали свой вуз и рассказали о преимуществах обучения по новой программе. Телевидение РУДН. Новости. Круглый стол. Повышение признания РУДН в среде работодателей отрасли беспроводной технологий. Что обсуждалось на мероприятии, смотрите далее. Как повысить признание РУДН в среде работодателей отрасли беспроводных технологий? Таким вопросом задались организаторы одноименного круглого стола, который прошел в Институте прикладной математики и телекоммуникации РУДН на улице Орджоникидзе. В нем приняли участие представители работодателей, среди которых Департамент информационных технологий правительства Москвы, ПАО «Вымпилком», ООО «Цифровые системы». Мы проговорили основные моменты жизненного пути молодого инженера, который может прийти в компанию, какие знания ему для этого нужны, какие навыки ему стоит прокачивать уже сейчас на третьем-четвертом курсе, для того, чтобы в будущем быть конкурентным специалистом. Мы рассказали, как Дельта Солюшнс ищет и привлекает молодых специалистов, как она их развивает у себя в компании, как происходит процесс набора и адаптации ребят. По нашей методике мы уже через 3-4 месяца получаем инженеров, которые могут решать ПВ-задачи. Связь между образованием и профессией является достаточно гибкой. Такими же гибкими должны быть взаимоотношения между университетом и заинтересованными компаниями, заявляют эксперты. Мероприятие провели с целью установления контакта с ключевыми работодателями, ориентированными на рекрутинг специалистов в области связи, выпускников Российского университета «Дружба народов». Телевидение РУДН. Новости. Это все новости на сегодня. С вами была Диана Титкова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин